Стена Трампа все-таки будет. Американский конгресс согласился выделить деньги на ее строительство на границе с Мексикой. Сколько потратят и почему дадут меньше, чем просил президент, подсчитал Дмитрий Анопченко. Этот проект изначально казался фантастичным и нереальным. Будучи бизнесменом, Трамп, конечно, строил деловые центры и отели, но соорудить стену высотой до 12 метров, вдоль границы, протяженность которой 3000 километров, совсем другой масштаб. Многие считали все это предвыбранным трюком, но сейчас конгресс решил, пора начинать. В бюджете выделят первые полтора миллиарда. Это, конечно, капля в море, ведь весь проект должен в 25 миллиардов долларов обойтись. Но, тем не менее, старт дан, и в 2018-м построят первые 100 километров стены Трампа в Южном Техасе, на границе с Мексикой. Как она будет выглядеть, до сих пор непонятно. Пока что шесть различных фрагментов соорудили. Чтобы президент, который всегда лично утверждал внешний вид своих проектов, и в этот раз сам выбрал дизайн. Трамп на днях осмотрел все, финальный вариант так и не выбрал, зато подарил прессе множество громких заявлений. Мол, мигранты – это змея, которую США у себя на груди пригрели. Дескать, без его проекта в Штатах бедлам будет. И вот еще, если не будет этой стены, то вскоре и самой страны не станет. Что интересно, Дональд Трамп до сих пор не отказался от планов взыскать стоимость строительства с самой Мексики. И хоть там однозначно сказали, платить не будут, но Белый дом на полном серьезе рассматривает планы или пошлины увеличить, или за визы с мексиканцев брать больше, но отбить стоимость грандиозного сооружения. С другой стороны стены в Мексике злятся и досадуют. Говорят, каждый день эту границу пересекают порядка миллиона раз. Мол, и семьи живут по обе стороны, постоянно навещают друг друга, и по делам бизнеса или за покупками люди постоянно переезжают, смотря где продукты или бензин дешевле. Местная церковь даже официально объявила предателями родины, тех, кто примет участие в строительстве стены. Но желающих включиться в стройку века и без мексиканцев будет достаточно. В пограничной таможенной службе Соединенных Штатов нам сегодня подтвердили заявки на участие в строительстве уже подали 640 компаний со всего мира. Все хотят получить кусок бюджетного пирога, но еще наладить отношения с Трампом. Ведь курировать строительство президент Соединенных Штатов собирается лично. Из Соединенных Штатов Дмитрий Анопченко, Юрий Романюк, Американское бюро телеканала Интер.